Профессия для общительных и любознательных. Журналист. Освоить это ремесло может далеко не каждый, а стать акулой-пирай мастером слова вовсе единицы. Одни только начинают свой творческий путь, другие на этом поприще уже успели пройти огонь, воду и медные трубы. Какой он настоящий журналист? Подводка, закадровый текст, синхроны и стендап. Подготовка сюжета занимает много времени. Олеся Хитагурова трудится над своим материалом, еще не зная, что в очередной раз она стала победителем конкурса журналистских работ. И буквально через пару часов ей в торжественной обстановке вручат заслуженную грамоту. Возможно, журналистами и не рождаются, но я уверена, что им точно можно стать и, может быть, придется потратить много сил, нервов, энергии и даже слез. Но я уверена, что через много лет, когда мы приобретем опыт, мы поймем, что это того стоило. Я еще раз поздравляю всех наших коллег с нашим днем и желаю творческих сил и здоровья. Сегодня на вооружении у журналиста современные гаджеты и устройства. А ведь так было далеко не всегда. Еще совсем недавно ему были недоступны блага 21 века. Сотовый телефон, компьютер и интернет. В руках лишь шариковая ручка и блокнот. Однажды я готовила программу об истории нашего края и требовалось много информации о событиях, о людях. Так как не было интернета, то приходилось идти в библиотеку. И если книги давали на дом, то газету, прессы нужно было изучать прямо там, на месте. Поэтому подготовка одной программы занимала очень много времени, отнимала много сил и дней. Председатель Магаданского отделения Союза журналистов России Павел Жданов считает, что это одна из самых сложных профессий. Ведь работать приходится много, оперативно, иногда круглосуточно. Новостные каналы требуют очень интенсивный цвейт работы. Ты должен сегодня снять, придумать, как это будет выглядеть, после этого смонтировать и выдать цвейт на горы. Только кажется, что это легкая работа. Те, которые работают в печатных средствах массовой информации, им в какой-то степени легче, потому что у них больше времени для того, чтобы это изложить. Но на самом деле все сложнее, потому что это остается на века и все должно быть сделано профессионально в соответствии с законами композиции и так далее. В век современных технологий представить свою жизнь без газет, журналов, телевидения и интернет-изданий уже вряд ли возможно. 13 января в 1703 году вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Тогда о главных новостях страны людям рассказывали единицы журналистов. Сегодня же это огромная армия, которая каждую секунду сообщает о том, что происходит во всех уголках планеты. В честь сотрудников СМИ, ветеранов профессии, в этот день звучат поздравления и слова благодарности за талант, энергичность, трудолюбие. Работников медиаиндустрии на торжественном мероприятии поздравили и первые лица города. Ответили на праздники и наш коллектив. Не только корреспонденты, но и операторы, монтажеры получили благодарственные письма, грамоты и подарки. Мы присоединяемся к теплым словам и желаем коллегам творческих успехов и больше позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова